Михаилович, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Страшно рад вас видеть. Взаимно. Это очень взаимно. Вы знаете, настроение все улучшается и улучшается. А как у вас? Да вы знаете, и у меня, если говорить об украинском вопросе, разумеется, улучшается. Если говорить о московском, то тоже есть какие-то основания для улучшения. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас? Каков процесс, на ваш взгляд? Происходит то, что и должно было очевидно происходить, когда Украина уходит на государственные границы. А кроме того, уже стыдно повторять эту старую фразу Толерана – это хуже, чем преступление, это ошибка. Преступлением это было по отношению к Украине, а ошибкой прежде всего было по отношению к своей собственной стране, России, вот со стороны Путина и всего его окружения. И когда уже сначала петербургские, ну, скажем так, муниципально окружные депутаты, а затем московские муниципально окружные депутаты смеют обращаться в Госдуму с предложением «Путин, уходи». Сами они в страшном сне этого не посмели бы сделать. Это, конечно, зондирование ситуации. Типа, а вот смотрите, голос народа, ну-ка, что дальше будет? Это симптомы того, что ножки, они, конечно, качаются, ну, потому что все-все-все понимают. Так что власть в России делается менее прочна, а в Украине более прочна. Я вам доложу, что когда я смотрю на действия украинских партизан, правильные действия так и должно быть. Заметьте, господин президент Владимир Владимирович Путин более всего, по его словам, ненавидит предателей. Предатель хуже врага. Таким образом, он должен только разделять отношения украинских партизан к предателям. То есть ситуация ползет в пользу Украины, это абсолютно понятно. Вам не кажется, что московская элита, кремлевская элита начинает плавить Путина? Они с самого начала думали, что дела пошли плохо. Этот незабвенный допрос Нарышкина, который по композиции, один сидит за столом, а второй стоит и мнется, напоминает известную картину «Государь Петр Великий допрашивает царевича Алексея». То есть не хотели ребята воевать, они не хотели в это ввязываться, им не нужно было это незачем. Но они так построили машину, что все рычаги выведены в кресло президента. И вот теперь они думают, что хорошо бы кое-кого стряхнуть, как кота, с этого кресла. Разумеется, разумеется. Вы представляете, сколько триллионов долларов я бы заработал, если бы мог отвечать на эти вопросы? Эту сумму невозможно себе представить. «Дело в том, что у человека, конечно, давно неадекватное представление о действительности. Это отдельный и серьезнейший вопрос нашей эпохи, когда у разных людей в разных странах, я беру цивилизованные страны Запада, по разным поводам неадекватные представления о действительности, когда они выставляют ложные догмы типа всеобщего равенства в разных планах и доминированной меньшинств, как оно должно быть, они начинают в это сами верить. Они неизбежно идут к краху, потому что ошибка – это нарушение обратной связи, это неверные действия, это нежелательные результаты». Так вот, если Путин отбирает, как свойство человеку, из информации то, что ему приятно, что ему хочется, комфортно, что увеличивает его самоуважение, то, разумеется, он совершает ошибочные шаги, потому что за 22 года в таком кресле крышу снесет у любого. Можно не сомневаться. Таким образом, он искренне полагает, насколько я могу судить, что, конечно же, русские и украинцы народы, то есть белорусы – один народ. И один народ не просто там тысячу лет назад, как там перемешивались, а, ну, в общем, одна компания типа, ну, семья разветвленная такая развелась, ну, можно ведь съехать обратно, поменять три отдельные квартиры на одну огромную и жить в любви. Все это, конечно, не так, потому что время течет в одну сторону. Он полагает, что его указы должны исполняться, а они не могут исполняться в принципе, потому что русская ментальность за тысячу лет истории такова, что каждый на своем этаже делает то, что угодно ему, а наверх докладывает то, что хочет слышать вышестоящий начальник. Из этого получается все это оползание, всего так было на Руси всегда. Вот если пытаться отметить по каким-то там временным показаниям, с тех пор, как Андрей Курбский написал Ивану Васильевичу Четвертому, что не вернется к нему обратно, к кровопивце. Вот оказалось, что государи, они неправильно себе все представляют, а народ думает о своем интересе. И поэтому еще одно упускается. Они думают, что элита может воровать, но это элита. Но наверху-то приказы надо исполнять, а уже не воровать, но по чуть-чуть. Кто меньше, тот как можно меньше ворует. То есть там, ну, работяга уносит баночку краски, а директор на казенные средства покупает автомобиль. Ну, уж министр строит дворец. Нифига подобного. Каждый крадет столько, сколько может. Крали еще в первую чеченскую. Воровая солдат. Не то, что сейчас армия разворована. И не могла не быть разворована. Понятно любому, сколько-то разумному человеку. Но не наверху. Потому что они имеют дело с абстрактными цифрами. Им поставляют процеженную информацию. А процеживает ее кто надо, процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство. Где мы 5 миллиардов? А где мы 50 миллиардов? То есть, вы понимаете, теренцы вар. Верни мне мои легионы. А хрен тебе за место легионов. Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад. Теперь ему не нужен Медведчук. Если Медведчука разорвут на части в тюрьме, то он светло улыбнется. Будет повод для Медведчук хорошего настроения. Так что сейчас армия не может. Потому что, слушайте, вот мы берем 80-й год. Еще жив Брехов. Еще, ну, хотя там за 100 всего поменьше. Но страна может снабдить свой 100-тысячный экспедиционный корпус. Вообще там завалить его шоколадом, залить его коньяком. И солдаты на точках в Афгалии сидят голодные. Они что сидят голодные? А потому что, я прошу прощения за выражение, которое все слышали миллион раз. Потому что через жопу все делается. И вот так оно и делается. Потому что в России всегда было представлено. Патроны надо. Вот технику надо. Вот горючее надо. А солдат, пускай не жрамши, трое суток не спамши, пускай падла исполняет приказ. То есть, даже бездушно относясь к солдату, как к элементу какого-то военного инвентаря. Нельзя же так. Он же делается небоеспособен. В ответ солдат что хочет сделать? Одной рукой получить деньги, а другой рукой свалить. Вот у него два желания. Деньги взять и свалить. То есть, если бы вся российская армия, вот те, которые контрактники получают деньги, могли бы взять деньги и на фонд не ездить, да они бы туда не ногой. Вот кроме каких-то двух процентов отморозков, какого-нибудь туристов, которые любят стрелять, воевать, приключения, убить. И все остальные туда бы не ногой. А если спросить, понимаете, людей, которые воюют за бесплатно, да нафига им это надо, понимаете? То есть, вы их оставьте на неделю без телевизионного оболванивания и не скажут, да нифига себе, это что вообще такое? Вопрос, может такая армия воевать? Ответ, не может. Когда во времена, 205 лет назад, семянутняя война, Фридрих Великий, когда армия в одном кулаке, когда маршируют колоннами, когда саправы, понимаете, присматривают за своими отделениями, когда Фридрих говорил, мои казармы устроены так, швырни в них котенка, и он замарширует. Это еще можно было всех держать в строю. А когда все разбегаются к пополю, когда все лезут в окопы, когда каждый сидит в своей единице бронетехники, это уже не действует. Ну, вот и не действует, понимаете? Любой, кто касался советской армии, знает, что бардак даже неожиданный. Неожиданный бардак. Я вспоминаю, как из нас готовили командиров огневых водов, артиллеристов. Это было что-то фантастическое. Вот мы пробыли там два месяца, то есть, конечно, строевая, конечно, кое-что заправлять, просипывая углы, чтобы они были кирпичиком, но что касается стрелять, да Господь с вами, и так во всем, конечно, эта армия небоеспособна в общем и целом. И она зря в это ввязалась. Так можно было говорить. Мы – вторая армия в мире. А сейчас я даже не знаю, если считать первая американская, а вторая – украинская. Отметьте, то ли немецкая, то ли турецкая и так далее. А куда мы денем Китай, который гораздо боеспособнее? Британию. Британию. Вот вы сказали совершенно точно, я согласен с вами полностью, я об этом думал, о выступлении московских и питерских муниципальных депутатов. Мы же с вами понимаем, что без надежного тыла, без крыши какой-то, они никогда бы голос не подняли даже, потому что в тюрьму сразу, в кутузку, в каталажку. А здесь и там депутаты, и тут депутаты. И бегство из Харьковской области. У меня есть прочная мысль, она меня просто переполняет. Я думаю, что кремлевская элита поняла окончательно, что победы не будет, и просто тупо саботирует приказы Путина. Мало того, провоцирует армию еще и бежать. И делать это позорно. У вас нет такой мысли? Вы знаете, мне представляется, что здесь, поскольку всегда в любой структуре матрица работает сверху, вот все равняются по верхушке, сверху импульс задается, а снизу вот так вот, то поскольку Путин всегда решал все вопросы на тактическом уровне, стратегически для него это чересчур сложно. Точно так же сегодня, а уж особенно в боевых условиях, все командиры решают свои задачи на уровне сегодняшнего, завтрашнего дня. Дальше они не думают, потому что они не знают, какой приказ поступит из Москвы, какая последует передислокация, подбросят резервы им или наоборот переведут куда-то их, заставят их наступать или велят им отступать, усилят их кем-то или что, то они с теми силами и средствами, которые у них есть, решают, как жить сегодня. Если они видят, что они точно, если все так будет продолжаться, попадут в изюль здоровенный мешок, то, видимо, надо из него вытягивать ноги, потому что иного варианта не существует. Сегодня мы вытянем ноги, а завтра посмотрим, что будет. Потому что эти планы, которые так прекрасно исполнялись в течение полугода, все идет по плану, да-да, это вот, понимаете, по плану-то, а какой будет план, а что вообще делать, то есть каждую задачу сегодняшнего дня. Вот решая задачу сегодняшнего дня, если бьют, то надо бежать. Если приказывают, то надо смотреть, выполнять приказ или попытаться от него увильнуть, потому что приказ явно убийственный, а сил и средств не хватает. Понимаете, мне запала в голову со школы фраза из одного старинного романа про русско-японскую войну. «Полковник был старый служак и знал много способов не исполнять глупый приказ. Из них худшим было возражать начальству». Вы понимаете, все и делается. Давайте попробуем спрогнозировать, а что будет дальше? О-о-о, я думал об этом последний раз час назад. Вот, предположим, тьфу-тьфу, выходят украинские войска на государственную границу декабря 1991 года. И у нас складывается ситуация, что в любой момент, предположим, по своему желанию, Россия может начать концентрировать свои войска на любом участке, планировать следующую военную кампанию и выжидать удобного момента, чтобы вновь нанести удар. Знали всегда политики и военачальники всех времен, что война должна кончаться одним-единственным образом. В результате поражения противник должен быть вообще лишен возможности когда-либо вновь попытаться совершить агрессию. Это жестокий способ, но эффективный. И тысячи лет его считали единственным возможным и правильным. Но если Египетская империя не могла уничтожить Сетскую империю, то они как-то уже договаривались, устанавливали какую-то границу. Но здесь при, вы понимаете, демографическом, территориальном, ресурсном, несопоставимом соотношении государств и какой-то накатанной российской колеи, вместо того, чтобы устраивать собственный дом, занимаемся черно-черно-чем, вот эта ситуация чревата. А разгромить Москву – это я что-то себе даже и представить не могу, ни с какой стороны. Если в России все остается по-прежнему, то они будут жить идеей реванша столько, сколько можно смотреть вперед. Это означает, что на самом деле, конечно же, и мир, и Европа заинтересованы в смене руководства России. И более того, Россия сама заинтересована в смене своего руководства. Разумеется, пропагандисты могут вопить сколько угодно, но у них работа такая. Они, понимаете, это глашатые государя. Так им давали листок, чтобы читать с высокого места на площади. А так им вкладывают в голову основную идею. И они это делают по телевизору. Считайте, что они люди подневольные, они наемники. Они за зарплату вот этим занимаются. Им вложат другой приказ. Они завтра будут говорить совершенно противоположное. В этом никто не сомневается. И вот, конечно же, если предположить, что в Москве сидит миролюбивое правительство, которое пресекает воровство и вкладывает деньги России в подъем экономики России, и от этого будет лучше только всем, кроме сословий олигархов, ну и всей, конечно, ворующей пирамиды. Конечно, у нас найдется миллион другой людей, которые будут категорически против, потому что в сложившейся системе они воруют, отлично живут. И так если мы пойдем, то Рублевка вся опустеет, понимаете? Там одни слуги останутся. Это что такое, понимаете? Кого туда селить-то, понимаете? В Москве детей столько нету, сколько дворцов кругом понастроено. Так что вот это мне представляется главная задача. То есть, что произойдет в Москве в ближайшие месяцы и годы. Потому что, начиная с 92-го года, с самого января, строилось бандитское, воровское, коррумпированное государство. Это в его основе заложено. И вот его реформировать, ничего не трогая, абсолютно невозможно. И эта задача не является внутренней российской, потому что она затрагивает абсолютно всех соседей России. И даже не соседей. Потому что, заметьте, был один клоун, над которым издевались, который говорил в НАТО, деньги надо давать на НАТО, укреплять. Он говорит, о, сволочь, он разваливает НАТО. Он говорил, не надо строить Северный поток-2. Не надо садиться на российские нефть и газ. Потому что это оружие, это политика. А он говорит, нет, нет, это экономика, политика отдельная. И то, что он говорил, вот сейчас все хлебают. А на него собираются вешать в Америке очередных собак. Это ведь простые вещи. Так вот, в миролюбивой России, которая занимается собой, заинтересован весь цивилизованный мир. И даже менее цивилизованный. Потому что еще только не хватало помощи России в изготовлении иранской атомной бомбы и в кормлении вот этого марионеточного, абсолютно, но людоедского северокорейского режима. Итак, вы верите в полную победу Украины? Что вы называете полной победой? Хороший вопрос. Выход на государственную границу образца декабря 1991 года с Крымом и Донбассом украинским. А вот дальше разоружение России. Потому что без этого полной победы, наверное, нет, да? Значит, что касается первой части, то я полагаю, что это очень вероятно. И к этому все больше склоняются. И хорошо бы, чтобы так и было. И, видимо, так и будет. Есть много аргументов в пользу того, что это сбывается. Что касается разоружения России, это невозможно. Потому что Россия изначально создана как империя. Огромные территории с народами, которые проживают на своих исконных землях. И все это объединено прежде всего силой штыка. Не культурой, хотя и культурой тоже, но не в первую очередь. Не экономикой, потому что далеко не все выигрывали от этой экономики. Но силой штыка. Если Россию полностью разоружить, то дальше будет так. У нас Приморье, Дальний Восток, Восточная Сибирь отходят к Китаю. А Китай никто не разоружит. Он сам кого хочешь разоружит. Там свой мир, своя цивилизация. Далее у нас исламские государства начинают, так сказать, соединяться с такими анклавами, как Татарстан, Башкорькостан. Далее неизвестно, что будет с Якутии, где сильны свои собственные националистические, патриотические настроения. А если все это рассыпается на куски, то встает вопрос о контроле над ядерным арсеналом. А весь Запад был очень заинтересован в том, в 91-м году, в 92-м, чтобы ядерный арсенал остался в одних руках. За ним следить легче, его контролировать легче. Это связано. Вот надо смотреть, что с этим будет. Это бесконечно трудно решаемый вопрос. И сейчас дать исчерпывающий ответ. Я, конечно, не готов. Это нужно обдумывать всесторонне. Какое будущее ждет Путина, как вы считаете? Ну, Господи, такое же, какое всех нас. Но хорошо бы сначала прожить подольше и, по возможности, счастливо. Вот. Ну, вы понимаете, 70 лет – это уже солидный возраст. Здоровье его всякое не в идеальном состоянии, разумеется. А кроме того, масса людей полагает, что хорошо бы, чтобы он уже завершил свой земной путь. Такие настроения в массах не способствуют здоровью того, на кого эти настроения направлены. Вы понимаете, подтверждалось неоднократно. Вот если много людей очень желают кому-то здоровья, то ему как-то лучше живется. Это полезно для здоровья. А если очень много людей кому-то желают, чтобы он сдох, это вредно для здоровья тому, кого это желают. Мысль материальна. Понимаете, мир-то един как-то вот. И так что сейчас вопрос о том, чтобы, если отставить его от власти и сделать для начала почетно охраняемым, неприкасаемым пенсионерам, по принципу из зол выбирают меньше. А дальше было бы видно. Потому что, понятно, сегодня для спокойствия мира, для сохранения жизни людей, в том числе российских граждан, ну, конечно, было бы спокойнее, чтобы Путина не было. Если Путина вдруг не станет, война в ту же минуту закончится? Вы представляете, каким количеством серьезных людей в Москве обсуждается этот вопрос, даже не будучи произносим в сур. В общем и целом, думаю, что да. Потому что полгода войны показали, что Россия от этого получает очень много вреда и никакой пользы. И то, что напрашивается на ум абсолютно любому, и то, что вполне в российской традиции перевести все стрелки на предыдущего правителя, сказать, что во всем виноват он, дегемонист, милитарист, волюнтарист и так далее. А вот сейчас мы движемся правильным путем товарищей. Всех выпускаем из тюрем, в бочку рабочую вина выставляю и недоимку дарю. Это традиционный способ. Так что здесь, я думаю, что, конечно, кончится, потому что никому она уже не нужна. У вас скоро уже 7 месяцев войны. Ощущение сегодня какое? Тревога, усталость, безверие или, наоборот, вера. Какие у вас эмоции сегодня, в эту минуту? Знаете, в последние дни у меня эмоции, простите, ради бога, литератору цитаты, есть одна фраза у Михаила Зощенко. Ну что говорю? Вкапалась гадюга. Вот вы понимаете, это путинский план великого свершения и объединения русского мира. Вот это вызывает эмоции положительные, хотя радоваться тут, в общем и целом, конечно же, нечему. Если говорить об отношениях украинско-российских, то настроение, конечно, лучше, потому что все оно как-то выправляется до сколько-то нормального, справедливого состояния. Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить вот такую специальную операцию, тоже мне вырезатели аппендицизма нашлись, понимаете, то значит нужно думать, как жить иначе. Потому что, ну нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904-1905 года. Сейчас мы этих желтолицых макак шапками загидаем и утопили вам макаки весь русский флот. Заметьте, русский флот никогда в своей истории, ни до, ни после, не был такой большой и могучий, как на подходе к Сусиме. Всех нахрен утопили. Так вот, ну а потом революция, конституция, ну и пошло дело. Вот сейчас пахнет совершенно, понимаете, тем же самым. Вот в этом отношении, может быть, можно немного улыбаться и говорить, ну скорее бы оно все как-то кончилось, и тогда возникает уже совершенно следующий вопрос, чтобы лекарство не оказалось хуже болезни. Это относится к российским делам, потому что с одной стороны мы имеем совершенно тоталитарное, бандитское, воровское и жульническое правление, а с другой стороны мы имеем оппозицию, которая почти поголовно придерживается взглядов построения западного социализма, даже не отдаваясь им этому отчету, понимаете? Они не понимают, что мы заменяем пролетариев на разнообразные меньшинства, а буржуев на белых мужчин и проводим ту же самую политику разделения и уничтожения тех, на ком все стоит. Если эта модель сработает в России, то будет так. Угнетенными меньшинствами будут объявлены все религиозные, все национальные, а также все больные, все извращенцы и все женщины. А угнетателями будут объявлены все русские мужчины. Понимаете? Я сейчас не утрирую эта западная сегодняшняя модель применительно к России с сегодняшнего дня. Вот избави, Боже, от замены нынешнего зверства на будущий идиотизм. Вот, на мой взгляд, главный вопрос для России, о котором, к моему прискорбию великому, но оппозиции не желают думать, я не знаю. Предположим, что Путина нет, Россия стала демократической страной, люди выпущены из тюрем, и больше Россия не угрожает цивилизованному миру. Вы вернетесь в Россию? Боже мой! Я это собирался делать давным-давно. Вы понимаете, я никакой не политэмигрант и близко. Я уехал из Москвы в 2020 году от ковида, потому что пошли ограничения возрастные, 65+, никуда не ходить, нигде не обслуживать, из домов не выходить, прогулки, дом 2, с 2 до 4, дом 4, с 4 до 6, но на следующий день, ну, с 4 же невозможно. И я уехал в Таллинн пережить ковид, потому что здесь мне никто не мешал ходить, вообще гулять, никто не мешал, надев маску, ходить в магазин, никто не спрашивал, сколько мне лет, и где мой паспорт, понимаете? И вот уже это все кончилось, я собрался возвращаться, то есть, простите, мое издательство, мои друзья, мои связи, это все Россия, это все Москва. И тут эта гадина затеяла свою историю, вы понимаете? А поскольку, скажем так, мои взгляды сегодня в России не приветствуются ничем хорошим, то тут вот я и это, по тому старому ковбойскому анекдоту, похоже, наш старина Джо здесь крепко застрял. Но вы вернетесь, когда закончится все? Вне всякого сомнения. А как вам в Таллине? Вы знаете, в Таллине ничего плохого. В Таллине совершенно комфортное, спокойное житье. Никто, никого не обижают. И в Таллине, я и сейчас, не знаю, не подуриваюсь, как зовут президента, и как зовут премьера. Время от времени не слышу, только забываю, меня это не касается. Вы понимаете? Это идеальное государство по конфликции, буквально. Но, конечно, я здесь живу исключительно сам по себе. Живу скайпом, телефоном, ватсапом, телеграммом и так далее. Я живу на удаленке. А это немножко скучно. Иногда ведь и живем с кем-нибудь на артементе. Вы выдающийся русский писатель. Скажите, сейчас вы что-то пишете? Дмитрий, дорогой, а чем мне еще в жизни заниматься? Сейчас я, как обычно, разрываюсь между тремя книгами, потому что вот есть план один, есть план второй, есть план третий, и по каждому плану есть синопсис, но одновременно можно делать только одно дело, нельзя качаться туда-сюда. И вот начинаешь всегда думать, а какое важнее остальных, какое в первую очередь. Вот этим я и занимаюсь. Книгу, я могу сказать, книга, которую я пишу сейчас, называется «Осеннее каннибальство». Про что не скажу, но название мне нравится, хотя оно не мое, а дали. Вот. А то, чем я вот сейчас вот конкретно отвлекшись занимаюсь, это совершенно уж касается Украины, потому что я, наконец, для себя захотел разобраться, каким образом произошло то, чему нас учили в школе на уроках истории, и о чем писал известный профессор Ян, где было Баты, Чингисхан и кто-то еще, а к последнему морю. Каким образом, буквально цитирую, Киевская Русь перепоясывалась мечом и ушла за леса во Владимир, и там уже началось ее новое возрождение. Вот я и подумал, как это Киев стал переселяться во Владимир, и немножко, сейчас же есть компьютер, вы понимаете, и ты в массу-массу источников, которых тебе вполне хватает. И когда ты прошел, вот вошел в сто источников, то ты уже можешь видеть, где сходится, а где не сходится. И вдруг ты узнаешь вещи интереснейшие, о которых не писал никто из историков. Потому что, когда князь Владимир Святой, человек зверски абсолютно, неуемного темперамента, жестокости, ярости, властолюбия, коварства, чего угодно. Но, конечно, государственный, это человек, который все брал под свою руку. Крестился сам и крестил Руси. Ну, потому что это, ну, все, что написано в поезде временных дел, привыкли на Руси, и на Руси, и на Руси, и на Руда. Он был политик, приняв христианство, он входил в зону европейской христианской культуры. Но еще одно, еще одно, это Византия. А Византия, церемония интронизации, то есть, посажение нового монарха на трон, выглядело так, что его благословлял патриарх. И из рук патриарха он принимал корону патриарх, его венчал этой короной, чем символизировалась преемственность власти царя от Бога. И такой человек, как Владимир, мимо этого пройти не мог. Потому что, если Александру Македонскому хватило ума понять, что фараон это сын Бога и сам Бог, это здорово, и теперь он Македонский тоже будет Бог, то Владимир был не глупее, уверяю вас. И ни слова нет об этом до какого момента. Вот когда уже середина 14 века уже скоро юрий долгорукий из Москвы долгую руку-то протянет до Киева, Изяслав Македонскому садится на киевский стол, садится, нарушив закон, садится, нарушив лиственное право, потому что Юрий Долгорукий был его дядя, брат его отца, и его черед был садиться. Но Изяслав хотел сам, а у него были князья-сторонники. И вот тогда митрополит киевский всей Руси отказался благословлять его на киевский стол. И в результате возникшего скандала митрополит унес ноги от греха подальше в Константинополь. И Изяслав своей властью одного из епископов назначил митрополитом, каково его, значит, и благословил на княжник. И половина епископов с этим согласилась, которые сидели по княжнам, а половина нет. И воины, которые пошли, имели оттенок воин за веру. То есть правильных христиан против еретиков, самозванцев. И вот Долгорухий был правильный христианин против вот этих вот еретиков, самозванцев. А то, что Изяславов выгнал раз и выгнал два, и в третий раз то ли отравили там Долгорухова, то ли он сам помер в Киеве. И вот когда его сын Андрей Боголюбский искоренил Киев дотла, зыжок вырезал, остатки людей продал в рабство и посадил наместником брата своего, сам во Владимире остался. Вот тогда началось истинное падение Киева. А что там было, как уже Тахта брал Киев, а потому что Киев был в луси Нагая, мятежного Беклербека. То есть Тахта не имел ничего против Киева, но с Нагаем надо было разбираться, а Киев стоял на границе Нагая, понимаете. Вот после этого в 299 году митрополит Киевский съехал туда, во Владимир. А об этом почти никогда не пихо. В 263 году Александр Невский выхлопотал устройство сарая, сарайской православной епархии. и епископ, который сидел в сарае, был главным по всей Южной Руси, по всей зоне Орды, до самого до Переославца, а потом и до Киева. И вдруг, после 299 года, после монголов Тахты, митрополит Киевский оказался без власти. Вы понимаете, это все безумная интересная история, как это все переходило. «Меня не хватит на то, чтобы писать об этом толстую книгу». Это огромный труд. Ну, минимум на год, на полтора минимум. Но хоть что-то написать об этом надо, потому что я нигде не видел этого свинченного воедино. А ведь с этого и началось расхождение на Московию и Киевскую Русь. Потому что Киев, начиная с 1324 вошел в Великое княжество Литовское Русское Живойское к Великому Гедемину, а затем Альгерду. А Московия была улусом Орды и совершенно отдельно развивалась под защитой монгольской конницы. И когда Александр Невский, понимаете, избил шведских купцов с охраны в Новгороде, а потом это подали как защиту землерусской, чего бы Норману бить Норманов? А потому, что, чтобы не было их там. Там очень много подробностей. Вот этим я сейчас занимаюсь. Ну, вы глубоко погрузились в материал. А скажите, пожалуйста, какой самый главный в своей жизни вывод вы сделали? Простите ради бога за банальность. Сейчас это известно широко. А когда в 1990 году я ставил это эпиграфом Звягина, то я это услышал совершенно случайно, не слышал больше ни от кого. Делай, что должен и будь, что будет. Знаете, ничего более правильного, что можно было бы выразить одну фразу и ожидался. Михаилович, что для вас счастье? Это категория состояний. Это меня поразило когда-то в девятом классе, когда я читал «Войну и мир», одну из немногих любимых книг из всей русской классики, где в конце главы Николай Ростов проигрался Долохову в прах, то есть проиграл там черти сколько, эти 43 тысячи вперед и так далее. И вот он заходит, не зная, как он признается отцу, и слушает, как поет Наташа, и переживает, возьмет ли она эту ноту, и кончается эта главка фразы «Пустое». Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым. Вот это заставляет задуматься, потому что я помню, как сидим с ребятами в тайге, лес валим, перекур, день хороший, дождя нет, усилить на пеньках надспиленных, они широкие, и как-то замолчать, потому что устаем, и вот этот лес, и это небо, и этот запах, и мы сидим и курим. Давно-то было, в 73-м году, знаете, ощущение такое счастье, нечто необыкновенное, или едешь ты через Забайкаль на тормозной площадке товарняка, ну едешь и едешь, опять же лето, жара, вот эти запахи раскаленной степи, ощущение счастья, ничем не передаваемое, не связанное, понимаете, совершенно никакими обретениями, а когда у меня вышла, наконец, первая книга, с ней было много мучений, она впервые была написана, когда мне было 25, а она вышла, когда мне было уже 35, и так далее, и я абсолютно ничего не чувствовал в общем, то есть вообще полная опустошенность и ничего больше, так что ощущение счастья с достижением чего-то связано очень косвенно, вот было ощущение счастья, когда поступил в университет, вот на первом курсе мы поехали на картошку, колхоз, на месяц, и позади остались эти выпускные экзамены, конкурсные экзамены, все эти волнения, и в педе 5 лет Ленинграда, университета, вот это было счастье на весь месяц, впереди вот это все, вот какие-то вот такие, вы понимаете, вещи, момент наибольшего, не могу сказать. Сегодня лес вы не рубите, слава Богу, а то могли бы вас послать рубить лес в вашем возрасте почти, я вам скажу, за ваши взгляды, а скажите, пожалуйста, вот сегодня, сейчас, вы счастливы? Простите мне моё цитирование, меня поразила фраза из допросов Жанны Дарк трибуналом Святой Инквизиции, Жанна, простирается ли на тебя благодать Божия? Это была одна из ловушек, человек об этом не может знать, и ответ был, смертному не дано знать, простирается ли на него благодать Божия, но если да, то да не оставит она меня. И вот иногда в моём почтенном возрасте, на 75-м году жизни, ты смотришь за открытое окно, где листья, а над листьями неба, ты смотришь свой собственный компьютер, где твой текст, ты смотришь на полки, где стоят твои книги, а ты помнишь, сколько тебе стоили эти книги, что в них вложено, и вот они стоят. Ты просто вот на улице останавливаешься и смотришь по сторонам, вот так устроен мир, никто из нас не надужен в общем в этом мире. Это совершенно прекрасное ощущение, возможно, это можно считать счастьем. Я не смею задавать вам следующий вопрос, потому что вы столь блистательно ответили на предыдущий, что я не хочу испортить послевкусие от вашего ответа. Да ладно вам обливать меня комплиментами. Ну, что вы все хотели узнать? Нет, нет, это было прекрасно. Я вам очень благодарен, Михаил Иванович, спасибо вам большое. Я хотел бы, чтобы мы с вами сделали большое интервью, светлое, хорошее, доброе интервью после нашей победы. Мы будем радоваться безмерно, и это будет настоящее счастье. Я думаю, что мы попробуем. Позвольте закончить еще одну цитату, я ее так люблю. С удовольствием. Это искон армии Бабеля. Да уже вы постарайтесь, ласково сказал надштаб, а то ведь расстреляем. Давайте постараемся, чем можем. Спасибо вам большое. Огромное. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Михаилович. Спасибо. Спасибо.